Пустые бутылки, отборный мат, парение вейпов и подростковые разборки. С приходом вечера окрестности дома номер 7 по улице Васильевской становятся настоящим злачным местом. Посетители компьютерного клуба, который расположен по соседству, устают от мониторов и выходят подышать свежим воздухом. На горе местным жителям и мимо проходящим детям. Как угорелые носятся, выходя оттуда. И начинается курение, плевки, харчки, куча мусора, куча всего. И ладно, это там 3-4 человека, но они же толпами все это делают. Их тут собирается по 30 человек. Ну это, говорю, постоянно вот эти плевки, мусор. Ну страшно, детям страшно, дети жалуются. И хотим как-то, не знаю, мне кажется, причина естественная в кибер-клубе, хотим, чтобы его закрыли. В этом компьютерном клубе бывают люди разных возрастов. Подростков, конечно, на порядок больше. На первый взгляд заведение выглядит безобидным. Есть даже свод правил, где прописано, что употребление увеселительных напитков и курение строго запрещено. Здесь нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения. Это даже прописано в правилах клуба. Вот, поэтому тут никто не бывает в состоянии алкогольного опьянения. Бывают случаи, что кто-то приносит пиво, в основном взрослые мужчины. Мы это оперативно решаем, просим удалиться. Вот, поэтому тут не бывает такого. Вот только мало кто эти правила соблюдает. Обеспокоенные жильцы написали заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку по поводу деятельности кибер-клуба, а также разобраться в причинах шумных уличных посиделок его посетителей. Правоохранительные органы отреагировали молниеносно и выехали на место. Прокуратура Октябрьского района на основании сведений размещенных средств массовой информации по вопросу нарушения жилищных прав граждан, жителей многоквартирного дома номер 7 по улице Васильевской, организована проверка. В своих постах в сети интернет жители выразили негодование касаемо деятельности компьютерного клуба, а также неподобающего поведения несовершеннолетних и молодежи. В связи с чем нами, как я уже сказал, организованы проверочные мероприятия с привлечением правоохранительных органов, контролирующих органов. Проверка займет ровно 30 дней. В прокуратуре уверены, этого времени хватит, чтобы найти и наказать нарушителей. Ну или, по крайней мере, разогнать по домам всех местных мамкиных хулиганов. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».